Роли инжиниринга ПЦР-тест не дал возможности присутствовать на нашем мероприятии. Да, важно же не только его сдать, важно же и получить отрицательный результат. Но мы видим, как последние полтора года не только санкции и рестрикции влияют на разрушение традиционных цепочек поставок, но также и обстоятельства, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Когда-то закрывался Китай, возникают перебои в поставках радиоэлектронной промышленности, и в этих условиях чрезвычайно актуальной задачей для организации реального сектора экономики является построение собственных цепочек поставок, реализация программ импортозамещения, программ локализации, программ выстраивания альтернативных поставщиков. И одним из драйверов, на которые можно было бы опереться, это, конечно, инжиниринговые центры, которые могут и должны поучаствовать в реализации таких программ. Я бы хотел представить участников нашего круглого стола. Алексей Александрович Ученов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Михаил Викторович Кузнецов, начальник управления технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпромнефть», Сергей Всеволодович Кортов, первый проректор Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, Иван Игоревич Комаров, директор Центра инновационного развития Московского энергетического института, Ратмир Ринатович Дашкин, директор инжинирингового центра РХТУ имени Менделеева, главный технолог, директор технологического центра ПАО «КамАЗ» Федор Леонидович Назаров и спикер первого ряда, заместитель генерального директора агентства по технологическому развитию Даниил Козбекович Капланов. Лиге я предлагаю начать нашу работу и, конечно, попросить Алексея Александровича Ученова задать нам рамку нашей дискуссии, что же является для промышленности сейчас приоритетом и как должно выстраиваться взаимодействие бизнеса, государства, инжиниринговых центров, созданных на базе вузов. Владимир Александрович, спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Вы знаете, я бы, учитывая, что у нас такой камерный формат образовался сегодня на сессии, я бы вообще хотел предложить его использовать больше как какую-то такую рабочую встречу, потому что, вы знаете, вчера мы обсуждали по госзакупкам, по производительству труда, у нас была отдельная сессия, и мне очень понравилось, когда мы обсуждали и получали обратную связь от потребителей мер поддержки от субсидий. И на самом деле, мне кажется, это одна из таких самых эффективных форм диалога, когда мы получаем обратную связь от компаний, от потребителей субсидий, с тем, чтобы мы могли совершенствовать свои инструменты. Но я все-таки в несколько вводных слов скажу, и хотел бы я начать с того, что вообще перед Минпромтором, перед правительством стоит достаточно давно задача по скрещиванию задач фундаментальной прикладной науки. И здесь мы с Миннауки, на самом деле, я думаю, что сделали такой очень востребованный и эффективный инструмент по созданию инженеринговых центров при вузах нашей страны. С 2013 года эта программа реализуется, и в общем объеме мы 6,7 миллиардов было направлено на создание таких центров. В итоге их сегодня создано 80. Общая выручка инженеринговых центров составила накопленным итогом более 30 миллиардов рублей. И важно здесь то, что это практически в 5 раз больше, чем общий объем господдержки. То есть, ну, эффективность инструмента, она очевидна. Объем инженеринговых услуг, которые были оказаны организациям реальных секторов, превысил 23 миллиарда, и только в 2020 году это 6 миллиардов. То есть, ну, они создавались, и таким образом, вот к 2020 году мы уже 6 миллиардов по году смогли этих услуг оказать. Ежегодно порядка 2000 компаний являются потребителями этих инжиниринговых услуг, инжиниринга. Благодаря этой программе создано почти 3000 рабочих мест, большая часть из которых это специалисты инженерно-технического профиля. Цели были достигнуты благодаря работе инжиниринговых центров с крупнейшими компаниями. В 2020 году 228 компаний заказали инжиниринговые услуги. И что важно, что с каждым годом стоимость этих услуг, она повышается, и там средний ценник по 2020 году составил 5,5 миллионов рублей. Среди крупнейших компаний, кто были потребителями, это концерн «Эвакуал Мас-Антей», это крупнейшее предприятие в области ОПК, «Газпромнефть» и, в частности, Магнитогорский металлургический комбинат. Я бы здесь хотел сказать, что мы, когда общаемся с реальным сектором, у нас у министра принято на ежемесячном формате совершать рабочие поездки в субъекты. И когда мы посещаем субъекты, то есть есть такой формат выставки, когда на выставке выставляются промышленные предприятия, вузы технические. И каждый второй точно вуз просит продлить эту программу, просит с тем, чтобы было дополнительное финансирование на нее выделено. И для нас это, конечно, стало таким соответствующим сигналом. И мы вот с Миннауки, Андрей Владимирович Афанасьев, к сожалению, не смог присутствовать, но у нас с ним есть договоренность о том, что мы будем масштабировать эту работу и даже в этом году уже сможем изыскать дополнительные средства, как минимум отбор мы сможем провести. И, наверное, вот завершая свое вступительное слово, я хотел бы сказать, что, вы знаете, вообще вот результаты интеллектуальной деятельности, которые создаются теми же инженеринговыми центрами, это такая недооцененная добавленная стоимость для компании. И мне кажется, вот мы должны подумать все вместе, что нужно там нормативно, если поменять или нет, и либо не нужно, просто это нужно делать. С тем, чтобы за счет результатов интеллектуальной деятельности мы могли докапитализировать компании и повышать их капитализацию стоимости. Потому что, ну, в конечном счете, это будет сказываться на А, капитализации, чтобы это будет проще получать, естественно, обеспечение, вернее, привлекать кредитные заемные средства с тем, что ввиду того, что обеспечение будет расти. Я бы просил на эту тему тоже порассуждать и как-то высказаться. Но основное, что я бы просил у всех сегодня участников, это, наверное, высказать какие-то предложения по совершенствованию механизма, что не так, что нужно дополнить, улучшить, потому что мы как бы открыты, и мы вместе с Владимиром Александровичем, я думаю, что такие изменения подготовим, если они будут необходимы. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Александрович. Коллеги из инжиниринговых центров, выступающие, я бы просил отнестись к второй части выступления Алексея Александровича и подумать, порассуждать о результатах интеллектуальной деятельности, насколько это востребовано, капитализирует ли это инжиниринговый центр и что мы все вместе должны сделать по этому направлению. Я бы хотел передать слово начальнику управления технологических партнерств и импортозамещения «Газпромнефти» Михаилу Викторовичу Кузнецову Михаил Викторович, «Газпромнефть» является для меня лично, думаю, что и для большей части Минпромторга, компанией, которая продвигает обратный инжиниринг. И вы, и ваше руководство всегда настаивало на том, что это может и должен быть один из путей развития. Считаете ли вы его актуальным сейчас? Что удалось сделать за последние годы? И какие перспективы вы видите? Да, Владимир Александрович, большое спасибо. Коллеги, здравствуйте. Действительно, давайте поговорим об отдельном направлении именно инжиниринга. Называется это направление обратный инжиниринг. Собственно, это та главная боль, которая у нас возникла в 2015 году и стала для нас наиболее актуальной. Собственно, что случилось в 2014-2015 годах, ни для кого не секрет. Случилось то, что против, в частности, нашей компании были введены секторальные санкции. Понятно, что мы определенным образом начали работать в этом направлении. Стали российские производители активно вовлекаться в создание той продукции, которая до этого не создавалась, не производилась. После того, как мы видели результаты этих действий, мы начинали закупать ее. Но мы понимаем, что жизнь нашей компании, да и в принципе отрасли, она началась не в 2014, а не в 2015 годах. То есть уже к тому моменту у нас были пробурены тысячи скважин, на которых стояло оборудование. У нас к тому моменту уже в собственности было, можно так сказать, только в России 2,5 нефтеперерабатывающих завода, на которые тоже были укомплектованы оборудованием, которое, к сожалению, во многом было импортным. Естественно, это оборудование, которое находится в настоящий момент в эксплуатации, мы просто чисто экономически не могли себе позволить взять и его в полном составе поменять на те российские решения, которые появлялись. Просто потому, что это была бы безумная инвестиционная программа. Поэтому то оборудование, которое исторически импортное было установлено на наших объектах, оно продолжает работать. Но, естественно, такие крупные агрегаты, как, например, насосное оборудование, компрессорное оборудование, или такой гигантский объект, как ледостойкая платформа приразломная, они, естественно, нуждаются в определенной поддержке, в определенных запасных частях. Собственно, именно поэтому проблема необходимости постоянной закупки запасных частей за рубежом и стала для нас идеей того, что мы, по идее, могли бы развивать в России отдельное направление обратного инжиниринга для того, чтобы эти потребности обеспечить. Собственно, если мы поговорим о мировой практике... Не добивая этого, я, к сожалению, кликера отсюда веду. Если мы... Вот, получилось. Если мы говорим про мировую практику, то, в принципе, обратный инжиниринг не является чем-то таким, чем брезгуют даже мировые лидеры с точки зрения производства. Вы видите здесь логотипы довольно-таки известных компаний, которые в неком роде конкурируют как между собой, так и с другими производителями. Естественно, когда у конкурента появляется новый какой-то продукт, то никто не стесняется посмотреть на него с точки зрения того, что это, как его можно использовать у себя, может быть, даже с каким-то улучшением. Собственно, это и называется обратным инжинирингом. Он бывает разных видов. Он бывает непосредственно, бывает, что он производится непосредственно путем работы с настоящим образцом. Иногда доступа к настоящему образцу нет. Тогда обратным инжинирингом, в том числе и этим компаниям, приходится заниматься просто по фотографиям, рассказам и другим сведениям, напрямую, не связанным с объектом. Можно следующий слайд? Здесь, на этом слайде, к сожалению, уже информация, видимо, весьма неактуальна. Алексей Александрович сказал, что в рамках их совместной программы Минпромторга России и Министерства образования и науки создано уже 8 инжиниринговых центров и показатели по выручке уже совершенно другие. Собственно, мы этот анализ проводили в году, наверное, 2017-2018. И основной вывод наш в тот момент был, что средняя выручка инжинирингового центра в России не сопоставима со средней выручкой мирового, ну, какого-нибудь среднего мирового инжинирингового центра. Вы видите здесь цифры, опять-таки, получается, что они устарели. Буквально после выступления Алексея Александровича я пересчитал, получается, что сейчас, в текущий момент, средняя выручка российского инжинирингового центра где-то находится на уровне 5 миллионов рублей. И, конечно, хотелось бы, чтобы она была значительно больше. Следующий слайд, пожалуйста. Тем не менее, работа была сделана. Мы очень благодарны Минпромторгу за то, что эти инжиниринговые центры появились. И первый наш, так сказать, пробный шар, который мы попытались кинуть в этом направлении, это год где-то 2015-2016. Мы поработали с некоторыми из созданных инжиниринговых центров и попробовали, насколько действительно они готовы были в тот момент производить то, что, в принципе, является объектами для закупки. Причем мы посмотрели абсолютно разные номенклатурные группы, совершенно разные материальные исполнения. Вы видите, что здесь есть и детали из металла, и полимеры, и пластик, и даже микроэлектроникой в виде платы управления. Следующий слайд, пожалуйста. Тем не менее, несмотря на то, что мы, в принципе, подтвердили гипотезу того, что инжиниринговые центры могут справляться с теми задачами, которые мы готовы ставить, мы поняли, что разбег в ценах, вот, например, здесь показана шпилька, которая необходима нам для приразломного месторождения. Вот мы заказывали ее в трех разных высших учебных заведениях, у которых есть инжиниринговые центры. И вы видите, какой разброс по цене, да? То есть это говорило о незрелости отрасли. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, собственно, мы подходим к основной проблеме, которую нам удалось выявить. Заключается она в том, что, опять-таки, у нас циклическая отсылка, в которой, с одной стороны, мы можем заказать что-то за рубежом, но мы не хотим это делать. Мы приходим и обращаемся к российскому инжиниринговому центру. Они к нам возвращаются с высокой неконкурентной ценой. Соответственно, мы не заказываем и не формируем спрос. Собственно, мы в итоге не развиваем, так сказать, кривое обучение, которое должна была бы вывести ту самую цену, с которой нам бы могли выходить инжиниринговые центры, в ту плоскость, где она стала бы конкурентоспособна с импортом. Следующий слайд, пожалуйста. Тем не менее, мы видим потенциал. Мы оценили исключительно нефтегазовую отрасль. Мы видим, что заказ только на зипы в нефтегазе, это где-то около 5 миллиардов, это около 3 миллиардов рублей в год, из которых уже сейчас, нам кажется, как минимум 30% могли бы реинжинириться и производиться на российских предприятиях. Собственно, и именно для этой цели, для того, чтобы развить этот learning curve и каким-то образом влиять на цену, которую нам инжиниринговые центры предлагают, мы в этом году, в конце прошлого года, но большая часть в этом году, совместно с Агентством по технологическому развитию и инжиниринговым центром Уральского федерального университета запустили пилотный проект по субсидированию части затрат инжинирингового центра на производство, на разработку рабочей конструкторской документации. Это, собственно, та дельта, которая в итоге позволила в рамках этого пилотного проекта консорциуму в виде Агентства по технологическому развитию и инжинирингового центра Уральского федерального университета предложить более конкурентную цену, чем импортный аналог. И в настоящий момент эта запасная часть производится, мы надеемся, что она будет произведена и поставлена до конца июля, плюс мы ищем другие номенклатуры, которые тоже хотели бы отпилотировать в этом году. Ну и, собственно, надеемся, что эти пилоты в итоге подтвердят нашу вторую гипотезу, что развить инжиниринговые центры можно благодаря определенной субсидии на разработку первой рабочей конструкторской документации для ее последующего заказа и масштабирования. И надеемся, что в следующем году мы уже выйдем из пилота в какое-то масштабирование. Большое спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, Михаил Викторович. Мы поняли, что тема является актуальной. Да, с выручкой инжиниринговых центров. Ну, средняя, легко посчитать, там порядка 6 миллиардов. Прошлый год, вот он на 20% меньше 2019-го. Да, это там около миллиона долларов. Но лидеры, конечно, и представленные в том числе здесь, имеют выручку 2-3 некоторой и до 5 миллионов долларов. Поэтому есть те, кто уже масштабировался на базе ведущих технических вузов и работающих в востребованных отраслевых специализациях. Есть те, кому нужно расти. Да, с компанией «Газпромнефть» мы реализовали пилотный проект и считаем чрезвычайно перспективным именно загрузку центров, то есть не вкладывание дальнейшее в развитие или вкладывание точечно на достройку необходимым измерительным оборудованием, если это обратный инжиниринг, а именно загрузку их заказами. Я бы хотел передать слово первому проекту Уральского федерального университета Сергею Всеволодовичу Кортову. Сергей Всеволодович, ну уже прозвучало от «Газпромнефти», что последние полгода-год потратили на пилот. Сейчас произведем штифты, испытаем их. Будем надеяться, что все получится. У вас опыт создания центров большой, опыт взаимодействия с реальным сектором экономики большой. Расскажите, как работают созданные центры и где вы видите нехватку или чего вы видите нехватку? То есть это оборудование, это программное обеспечение, это квалифицированные кадры для решения задач, стоящих перед промышленностью. Да, спасибо, Владимир Александрович. Да, можно кликер. Спасибо. Я постараюсь ответить на поставленные вопросы, но прежде всего хочу отметить, что здесь очень важна философия инжинирингового центра. Вот философия нашего центра – это передача компетенций. Это скорее не оказание услуг, а передача компетенций. Причем меня часто критикуют, так сказать, за эту позицию, говоря, что таким образом вы плодите себе конкурентов, к вам перестанут обращаться. Но, наверное, на зрелом рынке можно согласиться с такой позицией, хотя тоже спорно. Но на незрелом рынке, на растущем рынке, мне кажется, что формирование квалифицированного заказчика является не менее важной опцией для инжинирингового центра, чем, собственно говоря, развитие собственных компетенций. Ну, вернее, это должно идти в тандеме. Вторая особенность, которую мы видим для себя – инжиниринговый центр – это фактически один из, причем для России, с моей точки зрения, важных механизмов трансферотехнологий. То есть то, что разрабатывают ученые в своих лабораториях, быстрее всего доносится до промышленности, тогда, когда это представлено в виде конструкторской или технологической документации. Тогда они понимают эти мысли, тогда они им начинают доверять. Поэтому вот вторая особенность – это как можно быстрое, как бы мониторинг ключевых результатов научной деятельности, ну, в данном случае в сфере машиностроения, в сфере энергетики и вставка этих решений в конструкторскую документацию. И третья особенность – вот я все про этот слайд, то есть это философия – это в том, что мы должны не только разработать, то есть получить цифровую модель, но и изготовить опытный образец. И мы в университете очень большое внимание, кстати, не за деньги МОНа и Минпромторга, а за собственные средства, уделяем развитию опытного производства. И на сегодня наше опытное производство оснащено практически всеми технологическими возможностями, которые на сегодня имеются в мире от аддитивных и лазерных технологий, до традиционной металлообработки, литья, сварки, наплавки, ну, то есть все те ключевые технологические возможности, которые имеются. Ну и, естественно, эта команда, в настоящее время Министерство высшего образования и науки требует, чтобы средний возраст исследователей был меньше 39 лет, это QPI для всех, ну, для наших инжиниринговых центров он автоматически выполняется, значит, там средний возраст 30 лет. И, кстати говоря, хорошо помогает университету выглядеть достойно в рейтинге Министерства высшего образования и науки, потому что профессорско-преподавательский состав – это 60+. еще я хочу сказать, что вот этот слайд, он как бы говорит о том, что наша главная цель – это передача компетенций в виде использованных наработок, то есть мы передаем разработанные модели на предприятия, чтобы там они могли уже самостоятельно рассчитывать по данным моделям конкретные изделия. Вот это наши партнеры, их уже более 50, я, так сказать, в порядке отчетности могу сказать, что в настоящее время портфель инжинирингового центра составляет больше 150 миллионов рублей, в настоящее время заключены договоры на 100 миллионов рублей, ну и примерно там на такую же сумму уже в достаточно высокой стадии готовности находится переговорный процесс, здесь на данном слайде представлены те предприятия и те работы, значит, которые уже в настоящий момент выполнены или выполняются, ну поскольку здесь в основном специалисты в этой области, я, наверное, не буду это комментировать. Вот последний наш проект консорциум с сенаро-транспортной машиной – это водородный двигатель, который может являться основой для подвижного состава рельсового транспорта, которым занимается данная уважаемая корпорация. Теперь, собственно говоря, о обратном инжиниринге. Я сформулирую как бы две такие модели, которые у нас с точки зрения спроса стали формироваться. Первый – это, конечно, спрос на обратный инжиниринг. С газспросом и нефтью мы подступались к этой истории достаточно давно, лет 5-6 назад пробовали, но тогда, в общем, ни заказчик, ни мы фактически не были готовы взять на себя ответственность за результат. То есть изготовить что-то, пожалуйста, взять на себя ответственность за то, чтобы это работало в реальной, так сказать, ситуации. От этого, так сказать, все тогда, так сказать, очень осторожно относились к этой теме. Но, тем не менее, тогда возникал тот опыт 5-6-летней давности, он показал, где, так сказать, засада. Засада, прежде всего, в сроках и в экономике. То есть сделать можем. Значит, отвечать за сделанное опасаемся. Уложиться в то время, которое нужно заказчику – это уже совсем, так сказать, некомфортная ситуация. И еще, чтобы это было по той же цене, по которой они покупают, значит, эту запасную часть у серийного производителя. Но это уже, так сказать, воспринималось как какой-то серьезный вызов, которому на тот момент наш инжиниринговый центр был не готов. И вот это, по сути дела, второй опыт. И вот технологическая цепочка, значит, по которой удалось выстроить по этому поводу. То есть первое – это, конечно, конфигурация и всесторонний анализ материалов. Второе – это цифровое моделирование. И вот это очень важный элемент, который позволяет уйти от дорогостоящего этапа изготовления большого количества лабораторных и опытных образцов. И здесь мы обязательно ведем патентный поиск, потому что, не дай бог, в этой истории наткнуться на защищенные права и получить потом, в общем-то, репутационный скандал, как для себя, так и для нашего заказчика. Значит, мы имеем возможность в университете, мы подключены ко всем мировым базам и можем делать, так сказать, патентные ландшафты на мировом уровне, не только по патентам, естественно, Российской Федерации, но и по всему спектру международных патентов. И следующий элемент – это опытное производство на собственной базе, чтобы понять, где есть, так сказать, технологические проблемы. Ну, там обычно технологические проблемы не сколько в обработке механообработки, сколько в термообработке и стыковке всех элементов между собой, то есть вот в таком неком комплексном взгляде на изделие. Ну и, естественно, это вложится в сроки и в экономику. Ну, на сегодня мы считаем, резюмирую, что инжиниринговый центр готов взять, так сказать, совместно с нашими партнерами из Газпромнефти, из Минпромторга, Агентства по технологическому развитию. Этот вес, то есть пока он, наверное, небольшой, но есть желание, так сказать, попробовать дальше и организовать уже, скажем так, достаточно массовое исполнение вот этих заказов. От чего зависит, естественно, и цена, и сроки. Чем больше компетенции и больше заказа, тем больше опыта и больше компетенции инжинирингового центра. Ну, здесь фактически еще один интересный элемент. Пандемия повергла нас в необходимость создания цифрового конструкторского бюро, то есть абсолютно распределенного облачной структуры, которая работает удаленно. И в настоящее время мы даже обсуждаем вопрос о сокращении площадей под инжиниринговый центр, потому что в этом фактически уже становится меньше смысла, больше денег и меньше смысла, а эффективность работы исполнителей, она, ну, в общем, не страдает, а иногда даже лучше. Ну, здесь вот на данном слайде пробегаю то, что мы можем фактически сделать опытные образцы в комбинации любых технологических переделов по металлообработке сегодняшних. И здесь вот наш опыт и наши показатели по тому опытному проекту по обратному инжинирингу совместно с Газпромнефтью и АТР, о котором уже здесь говорилось, поэтому пробегаю достаточно быстро. Ну, и здесь тоже показано, конечно, что производственная база, помогает то, что производственная база у нас своя. Теперь перед небольшим блоком я бы хотел обратить внимание на вопросы Алексея Александровича по интеллектуальной собственности. Значит, пункт первый, инжиниринг, это, с нашей точки зрения, это огромный запас по коммерческому обороту интеллектуальной собственности, потому что внутри каждой инжиниринговой разработки, как минимум, ноу-хау и несколько, а максимум это патенты. Как минимум, опять на полезный образец уж точно. В настоящее время это все передается заказчику без выделения в структуре цены. В университет вот сейчас готов пойти на этот эксперимент, и мы договорились с Министерством образования и науки. Скажу вот для узкого круга одну цифру. Значит, сейчас у нас оборот интеллектуальной собственности в виде продажи, чистой продажи лицензий, причем не в этой области, составляет порядка 3-5 миллионов рублей. На 2022 год МОН нам установил норму, минимальную норму 140 миллионов в год. Вы понимаете, что это достаточно серьезный вызов, и мы опять, так сказать, как и в теме обратного инжиниринга, напряглись, но сейчас ищем выходы, потому что это наш учредитель, а, так сказать, не удовлетворить учредителя чревато последствиями. Ну и понятно, в общем-то, как это сделать. Ну и, наконец, последняя история, где самый большой барьер для внедрения цифровых технологий, технологий индустрии 4.0 на промышленные предприятия. Барьер не в деньгах, не в оборудовании, не в программном обеспечении. Значит, это все, так сказать, быстро появляется. Если есть спрос, а спрос он в головах тех конструкторов, которые на предприятиях, собственно говоря, закладывают эти технологические переделы в свои конструкции. Поэтому, значит, на базе вот этой нашего ковидного опыта инжиниринговый центр разработал платформу, которая позволяет проводить массовое образование в сфере цифрового инжиниринга удаленно, то есть без присутствия обучающихся непосредственно в университете на базе инжинирингового центра. Я пролистываю, так сказать, и вот те показатели. Мы опробировали это, как всегда, на себе. То есть в настоящее время это работает на ряде наших партнеров предприятий и готовы выйти вот на такие, что называется, сопрягли это с образовательными платформами и готовы выйти вот на эти цифры, которые указаны на данном слайде. Спасибо за внимание. Я постарался, так сказать, основные вызовы и нашу реакцию на эти вызовы прокомментировать. Спасибо. Спасибо, Сергей Всеволодович. А какая помощь нужна по инженерной академии? Нужна только... Здесь основная помощь – это коммуникация с предприятиями и продвижение, то есть мероприятие по продвижению этой идеологии на предприятиях. Именно, прежде всего, надо начинать с крупных наших корпораций. Это Алмаз-Антей, это Ростех, значит, это Роскосмос. Если мы их сдвинем в этом отношении, то остальные просто подтянутся, значит, и это будет гораздо проще. То есть это, скорее, помощь организационная и помощь по тиражированию этого механизма, но уже в масштабах федеральных. Спасибо. У нас в числе спикеров представитель еще одного инжинирингового центра, работающего в сегменте энергетического машиностроения. Иван Игоревич Комаров, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность выступить. Я бы тоже начал, как Сергей Всеволодович, с стратегии позиционирования нашего инжинирингового центра в отрасли. И хотел сказать, что мы новички в этой программе. Инжиниринговый центр энергетика больших мощностей на базе МАИ был создан в этом году. И изначально, когда мы планировали участвовать в конкурсе, был стратегический замысел, о котором я хотел рассказать. В этом стратегическом замысле и роль инжинирингового центра в трансформации цепочек поставки, в импортозамещении и в целом в развитии отрасли. Мы исходим из того, что отрасль, в нашем конкретном случае энергетика, должна отвечать современным вызовам. Сегодня много говорят об энергетическом переходе, о вызовах, которые стоят перед энергетикой. Это декарбонизация, потенциальное введение трансграничного углеродного налога. Это производство нового энергоносителя в промышленных масштабах, имея в виду водород. Безусловно, импортозамещение. Думаю, что пример газовых турбин всем хорошо известен. Если говорить о ответе на вызовы, то надо понимать, какие особенности в электроэнергетике есть, какие характерны особенности у данной отрасли, чтобы понять форму того, как мы и вместе с нашими индустриальными партнерами можем этому переходу энергетическому и ответу на глобальный вызов ответить. Если говорить про энергетику и ее развитие, то охарактеризовать ее можно такой своего рода трилеммой, где, с одной стороны, есть вызовы, о которых я уже сказал, с другой стороны, есть характеристики, ключевые особенности отрасли – это высокая капиталоемкость, длительные сроки разработки оборудования. Это, по факту, сегодня достаточно высокий моральный и где-то физический износ оборудования. Это, надо признать честно, что от ведущих производителей энергетического оборудования, General Electric, Elstom, Siemens, Mitsubishi, мы в некоторых вопросах подостаем. Это надо наверстывать. В том числе, вот сегодня говорилось про обратный инжиниринг, это один из способов пройти тот путь, который энергетические, энергомашиностроители и корпорации проходили в течение 10-15 лет, пройти за более короткий период. Но, тем не менее, все равно это серьезный вызов. И требования к электроэнергетике, которые нельзя нарушать при развитии. То есть, развитие должно быть устойчивым, и мы не должны нарушить надежное энергоснабжение. Мы не должны, развитие не должно привести к росту тарифов на электрическую энергию сверх инфляции. Это поручение президенты. Это обязательство по обеспечению экологической безопасности и сохранению здоровья граждан. И есть особенность, что, говоря о новом оборудовании, имеющем высокую капиталоемкость, наукоемкость, это оборудование, если мы хотим это оборудование продвигать в энергетических компаниях, в электросетевых компаниях, являющихся конечным потребителем результатов разработок, должны быть референтные объекты, референтные блоки. То есть, референтные объекты энергетики, там, где оборудование отработало, доказало, что оно выполняет все заявленные характеристики по уровню эффективности, выбросов, надежности. Это первый, вообще говоря, пункт. Такие референтные блоки должны быть. И, понимая всю сложность ситуации, когда энергетические компании, ведомые вызовами рыночными, опять же, скажем так, изменением рынка, отвечая на вызовы, выбирают оборудование, не находят среди отечественных производителей оборудование, которое позволит осуществить, ну, скажем, переход к энергетике тепловой без выбросов, без углеродного следа, не находят этих решений среди продуктовой линейки наших энергомашиностроительных компаний. Они обращаются к зарубежным компаниям, потому что есть совершенно понятные условия, в которых они существуют. Это рынок, это невозможность повышать тарифы сверх уровня инфляции, с другой стороны, рост цен на энергоносители, и рыночная ситуация подталкивает покупать зарубежное оборудование, либо, если это невозможно по каким-то причинам, это сказывается на себестоимости продукции, опять же, приводит к росту цен, за все платит потребитель. Получается так. А со своей стороны, энергомашиностроение не может быстро выдать это решение, поскольку это высокие капитальные затраты. Если сравнивать с зарубежными производителями, разработка газовой турбины GT26, которая работает у нас в стране, заняла 7 лет и 550 миллионов евро. Это разработка машины и, соответственно, высокие риски и энергомашиностроительные компании российские, которые, к сожалению, пока на данном этапе слабо представлены за рубежом, по сравнению с ведущими производителями энергетического оборудования, они не обладают ресурсами и неохотно берут на себя эти риски по разработке этого оборудования. Тем более, что нет такого запланированного спроса на то, что решение, которое будет разрабатываться 7 лет, оно в конечном счете будет принято, будет потребитель, а генерирующие компании не дают такой гарантии. И в этой связи получается такой клинч между энергомашиностроением и эксплуатацией. И вот примером такой ситуации совершенно явно является ситуация с газовыми турбинами средней большой мощности. Когда парогазовые установки в России развиваются на рубеже тысячелетия, начали активно это северо-западная ТЭЦ, южная ТЭЦ, калининградская ТЭЦ, Ивановские ПГУ, где используются газовые турбины. И вот мы прошли 20 лет, и на сегодняшний момент газовые турбины, конкурентоспособные, которые готовы наши же энергетические компании брать в эксплуатацию, они не созданы. Я думаю, что здесь с поддержкой Минпромторга, с субсидией, которая была выделена, эта проблема будет решена обязательно. Но и будет создано оборудование, которое в том числе и на зарубежных рынках, Юго-Восточной Азии, где-то Африки, где-то Южной Америки, будет иметь успех. Это позволит получить ресурсы под развитие перспективной линейки продуктов. Сейчас этих ресурсов, к сожалению, нет. Но это скрывает необходимость формирования комплексной программы развития энергетики, в которую будут вовлечены все заинтересованные стороны. Это органы исполнительной власти, это энергомашиностроение, это эксплуатация, это научные, научно-образовательные, научно-производственные и другие инжиниринговые центры. Все компании, которые так или иначе вносят свой вклад, либо научный, либо материальный, в развитие продуктовой линейки российского энергетического машиностроения. Такую программу в рамках постановления 162 по энергетике больших мощностей мы сформировали совместно с ключевым нашим партнером. Это компания «Силовые машины». Кроме того, у нас участвуют в этой программе «Атомэнергомаш», «Тольятинский трансформатор», «Электроаппарат» и другие индустриальные партнеры. В том числе, особенностью и уникальной такой чертой этой программы является участие генерирующих компаний, которые также участвовали в рассмотрении этой программы, как конечный потребитель. Без него это реализовать было бы невозможно. И программа включает в себя 12 проектов по теплогидроэнергетике и электросетевому комплексу, отвечает на все современные вызовы. То есть мы совместно с профессиональным сообществом сформулировали проекты, реализация которых позволит создать технологический фундамент для нашей энергетики на ближайшую перспективу, поскольку жизненный цикл оборудования внутри энергетики, он длительный достаточно, это 50 лет. То есть создавая оборудование, мы создаем его на длительный период. И в том числе главное – это экспорт. Экспорт – это оборудование должно быть конкурентоспособно на экспорте. Тогда это даст возможность получать ресурсы под развитие перспективной линейки без существенной государственной поддержки. Сейчас это пока, к сожалению, невозможно. На слайде вы можете видеть этапы, и особенностью этой программы является как раз-таки создание референтных энергетических объектов. То есть тех объектов, где оборудование будет испытано, доказано, что оно функционирует. Это очень важно. Если говорить про состав проектов, он покрывает угольную, газовую генерацию, гидрогенерацию, сети. То есть все те виды объектов, которые сегодня эксплуатируются и в перспективе будут эксплуатироваться в энергетике. Безусловно, там есть место и водородной энергетики, декарбонизации и внедрению цифровых решений, как при производстве энергии, так и при транспорте. Это и управление, и интеллектуальный мониторинг, и прогнозирование в этих направлениях цифровые сервисы могут быть и должны быть созданы. Роль инжинирингового центра в нашем видении – это не только выполнение конкретных инжиниринговых работ, но и осуществление координации, выполнение вот таких взаимоувязанных программ. И мы изначально замышляли именно в таком ключе, что он должен функционировать не только в тех сферах, где нужно импортозамещение, это важно, но и в тех сферах, где еще оборудование только создается за рубежом. И мы уже здесь должны работать совместно с индустриальными партнерами. Примером тому является работа с силовыми машинами, где мы по энергоустановке на базе цикла АЛОМа, которая позволяет вырабатывать энергию без выбросов диоксида, углерода и других вредных веществ в атмосферу, производить электрическую энергию с КПД, сопоставимым с парогазовыми установками. При этом стоимость такого решения примерно эквивалентна также парогазовой установке. То есть, имея тот же уровень эффективности и экономических затрат, мы еще и не имеем выбросов. И в данном случае мы работаем в направлении формирования методик расчета проектирования. То есть, мы формируем инструмент и передаем его конструкторскому подразделению силовых машин для того, чтобы он выпускал рабочую документацию. То есть, вот такая схема взаимодействия. Мы по факту передаем свой научный задел, который мы в этой теме создали, в виде конкретного инструмента, даже не документации, хотя образ основного оборудования мы также будем формировать, индустриальному партнеру. И здесь, чтобы этот путь пройти с энергомашинстроением, мы вынуждены были сближать наши позиции в отношении конструирования. Мы должны работать по тем же стандартам, по тем же правилам, что и компания силовой машины. И мы создали у себя студенческое конструкторское бюро, где сейчас вот с сентября увеличится численность до 50 человек, сейчас там работает 35 человек, и по всем продуктовым направлениям силовых машин. То есть, это освоение стандартов работы предприятия, ну, как я уже говорил, мы инжиниринговый центр молодой, освоение стандартов предприятия, как с сотрудниками, так и кадрами, которые либо идут в силовые машины работать, а часть этих ребят останется в инжиниринговом центре работать именно по этим направлениям. И вот эта вот координация, которую инжиниринговый центр осуществляет, она крайне важна, потому что позволяет аккумулировать в себе компетенции по разным направлениям, и способствовать их трансферу в те области, где эти компетенции могут пригодиться. То есть, это такое кроссотраслевое деятельность для того, чтобы повысить научно-технологический потенциал для реализации проектов, ориентированных на решение национального проекта, вот в данном случае связанного с развитием энергетики. Инжиниринговый центр у нас работает по четырем направлениям. Это энергетическое машиностроение, строительный инжиниринг, цифровые системы распределения энергии и энергосберегающие технологии. То есть, это производство оборудования для тепловой генерации, это проектирование объектов энергетики, это разработка оборудования для сетей и оборудование на потребление. Ну, про силовые машины я уже рассказал, я уже заканчиваю. Строительный инжиниринг здесь у нас реализуется сейчас работой, то есть, это проектирование, которое в себя включает, в том числе, оборудование, созданное на базе нашего инжинирингового центра, силами университета и в рамках кооперации с нашими партнерами. Это шумоглушители для сухих вентилируемых градирин, для интерау инжиниринга, для станции, которая расположена в Калининградской области. То есть, мы на опытном заводе, который есть у нас в университете, это производим, в инжиниринговом центре проектируем и готовую продукцию фактически вместе с проектом передаем заказчику. Это такой хороший пример. Похожая работа по проектированию ведется по разработке рабочей документации для модернизации порталов на подстанции. Эта работа выполняется в интересах Россетей. И по электротехническому оборудованию. Вот есть пример, когда создано оборудование в железе, то есть, документация произведена вместе с партнерами, но под маркой инжинирингового центра ИМИ, и оборудование для стабилизации напряжения в распределительных сетях низкого напряжения. То есть, здесь не очень, скажем так, по сравнению с турбинами капиталоемкое оборудование нам удалось пройти путь вплоть до выпуска продукции, когда мы, имея нашу собственную интеллектуальную собственность, производим на основе нее оборудование и поставляем заказчику. С турбинами, ну, заканчивая уже свое выступление, с турбинами это сложнее, потому что мы не имеем достаточного количества ресурсов, чтобы оборудование под ключ выпускать и продавать его конечному потребителю генерации. А если нам заказывают работу индустриальный партнер за свои деньги, он обязывает нас передать всю интеллектуальную собственность ему. Вот эта проблема существует. Если же мы собственными силами заделы сформировали, например, по цифровым решениям, то мы можем использовать эту интеллектуальную собственность и использовать ее для того, чтобы продавать и оставлять ее у себя. Если же это профинансировано за счет бюджетных средств, то также эта интеллектуальная собственность остается у нас, мы можем ее передавать. То есть, здесь должно происходить накопление вот этой вот интеллектуальной собственности, компетенции, навыков, умений, знаний, которая в дальнейшем, ну, при вложении собственных средств в разработку, что также мы осуществляем, может вылиться вот в такие примеры, когда оборудование собственное свое передается конечному потребителю. Вот. Ну, по потреблению у нас есть направление, связанное с панелями, светодиодными панелями, экранами. Здесь, что хотел сказать с точки зрения импортозамещения, что благодаря поддержке инжинирингового центра мы закупаем в этом году оборудование для производства матриц. И матрицы станут нашими. Если до этого мы сами, ну, скажем так, начинали, изготавливали корпуса, то теперь это будут матрицы. Конечно, остается вопрос со светодиодами. Светодиоды, они все так же будут зарубежные, к сожалению. Компонентная база здесь иностранная. Но я думаю, что мы будем идти в этом направлении. И также здесь сделаем панели 100% российского производства. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Иван Игоревич. Видим масштабную программу создания продукции, да, энергомашиностроительной. А вы понимаете, где будете испытывать? Потому что у нас вот обращение как от энергомашиностроителей, так и от генерирующих компаний, от передающих компаний об отсутствии в России испытательных центров по такой номенклатуре. Спасибо за вопрос. Значит, две концепции. В обсуждении было первое. Это экспериментальная станция, грубо говоря, специально построенная, такой полигон, где можно испытывать оборудование. Либо использование площадок существующих генерирующих объектов. Ну, все знают, что на ряде станций есть свободные ячейки, где старое оборудование было демонтировано, и есть подведенная инфраструктура, есть пространство, которое может быть заполнено оборудованием для испытаний. То есть здесь, конечно, есть вопросы, связанные с нормативно правовой документацией. Программа предполагает работу в этом направлении, совместно и с Минэнерго, и с Министерством промышленности и торговли. И, с другой стороны, второй путь, он, скажем так, более удачный, потому что разные оборудования, разные виды топлива, где-то уголь, где-то газ, разные типы генерирующих объектов. Где-то это когенерационные установки, где-то это производство только электрической энергии. И с точки зрения вложений капитальных, строят в голом поле всегда дороже. То есть реально это вот в рамках взаимодействия с ассоциацией производителей энергии, с которыми мы взаимодействуем, мы обсуждали этот вопрос. Есть много предложений по тому, где могло бы быть размещено это оборудование. Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотел передать слово главному технологу, директору технологического центра ПАО КАМАЗ. Компания в прошлом марте-апреле заявляла, как одно из проблем, это перебои с комплектующими. Я так понимаю, что эпидемия существенным образом, или несущественным образом, но повлияло на нарушение цепочек поставок. Каким вы видите решение этой проблемы в среднесрочной перспективе? Добрый день, коллеги. Послушал я, конечно, институты. И могу сказать, что когда мы доходим до серийных решений, почему-то наше решение практически не всегда реализуется и на самом деле не очень эффективны. Исходя вот из последних проектов, даже если брать продуктовый, они, я думаю, процентов на 90 насыщены импортными компонентами. Особенно наукоемкие продукты, как электробус, как современное наше поколение К5, которое вышло. И эта проблема, она очень важна, конечно, очень. Из-за этого страдаем. Мы видим, что у нас в России реально, конечно, проблемы с технологическим развитием. Потому что эта яма, которая произошла в свое время в связи с развалом Советского Союза и так далее, мы очень сильно отстали. Инжиниринговые центры, например, Европы, они, как правило, очень коммерческие. То есть они очень окупаемые, и они несут ответственность за свое решение. И мы понимаем, почему они имеют такие компетенции, потому что их развитие – это 100 лет, 150 лет. Они переходят поэтапно с одного решения на другое. Они не тратят столько средств на полную проверку каких-то конструкторских решений. Но они очень дорогие. Дорогие именно потому, что они каждый день вкладываются в развитие. А если взять наши какие-то решения, мы видим, что это как раз этот реверс-инжиниринг, который, во-первых, стоит под сомнение вообще интеллектуальную собственность с точки зрения инженерной, юридической. Но, как правило, он уступает очень сильно. Я могу сказать, что, например, мы развиваем такое направление, как изготовление инструмента технологическое. Мы очень часто прибегаем к методу реверс-инжиниринга, берем, меряем инструмент. Но получается, что его эффективность, ну, как минимум, в два, может быть, в три раза ниже, чем инструмент оригинальный, закупленный в Европе. Я все-таки по поводу, например, по опыту Китая мы тоже видим. Когда они просто копировали, у них как бы не очень получалось. Но когда мы, например, сейчас начали сотрудничать с таким производителем двигателей, как Вичай, и моя коллега вот сидит напротив, приехал к ним на завод и увидел, сколько у них конструкторских стендов испытательных. Вот он был очень удивлен, потому что это, ну, это в десятки раз больше, чем, например, на КАМАЗе, который тоже заявляет себя как разработчик и производитель двигателей. И тут, конечно, я считаю, что без государства нам никуда не деться. Хотя я бы не сказал, что наше государство, оно не заинтересовано в этом, оно очень заинтересовано. Я думаю, что КАМАЗ один из лидеров с точки зрения получения всевозможных субсидий на развитие, на НЕОКР и так далее. Ну, как-то нам, я считаю, надо все-таки переоценить и переходить из отстающих, с догоняющих. Как вот нам это сделать, перейти из догоняющих, которые идут впереди, ведущих тогда, что ли? Это вопрос очень сложный. А с точки зрения поставки компонентов, если как бы вернуться к вопросу, да, мы, начиная там с 2014 года, у нас постоянно периодически лихорадит. С 2014 года это Америка и Европа. Мы перетрансформировались на Азию. В связи с пандемией это стала Азия. Мы начинаем перетрансформироваться на Россию. Но, как мы видим, что в России, конечно, всегда это ущерб качества, ущерб надежности, потому что очень многие наукоемкие компоненты просто отсутствуют. Производства именно отсутствуют. Я не знаю, подшипники, топливная аппаратура, электроника. То есть любой завод, не знаю, военный, любой институт говорит, мы готовы вам разработать. Но по факту это получается, конечно, дороже и менее эффективно. Но это грустное, а веселое, конечно, не веселое, а хорошее, что мы не опускаем руки. Мы работаем, сотрудничаем, по-моему, практически со всеми инжиниринговыми центрами России. За последние только 2-3 месяца лично я съездил в Томск, приезжали мы в Екатеринбург, встречались, принимал экзамены в нашем политехническом институте в Набережных Челнах. То есть мы работаем, мы узнаем, мы даем задания, мы пытаемся в любом случае решить и вытянуть вот эти вот, ну, довести, самое главное, что довести все наши задачи до реальных образцов и желательно до коммерциализации, конечно. Потому что мы видим, что без индустриальных партнеров институты сами очень редко доходят до коммерциализации. Наверное, все. Спасибо большое, Федор Леонидович. Да, оптимизм в конце прозвучал, действительно. Вы со всеми работаете, ставите задачи, являетесь ответственным индустриальным партнером. И фактически вы нам описали не то, чего нет, а направление, которым мы должны заниматься. Топливная, там, аппаратура, еще что-то. Будем заниматься, будем развивать центры, привозить к вам и пытаться как-то поженить насильно. Спасибо большое. Да, я бы хотел передать слово директору инжинингового центра РХТУ имени Менделеева, Ратмир Ринатовичу Дашкину. Вот, традиционно ваше выступление отличается от машиностроительных центров, потому что, ну, у химии своя специфика, у химии у фармы. То есть, у тех отраслевых направлений, на которые ориентируется ваш центр. Пожалуйста, какие вы видите основные ограничения, затрудняющие создание опытных производств или производств импортозамещающей продукции в химическом секторе? Добрый день, коллеги. Инопром как выставка все-таки более направлена на машиностроение. Я вот сейчас как раз думал о том, что мои презентации на таком типе выставок должны быть перестроены все-таки в химическое машиностроение, где есть тоже достаточно много задач, которые необходимо решать, и в которых мы аналогично работаем. Но основное направление деятельности связано именно с химической технологией, с разработкой технологий получения химических продуктов, как в области тонкой химии, это фармацевтическая промышленность, агрохимическая промышленность, так и в области нефтехимии, нефтепереработки и так далее. Для общего понимания химической отрасли хотел бы показать разные уровни объема производства химической продукции, которые накладывают различные особенности при их разработке и понимание того, насколько развита химическая промышленность на территории Российской Федерации. Если мы говорим про крупнотоннажную химию, про нефтепереработку, то это достаточно хорошо развитая отрасль, которая имеет достаточно маленький объем импорта, огромные поставки химических продуктов на международный рынок. Но цена данной продукции – это достаточно низкие цены на единицу объема продукции. В отличие от продукции тонкой, специальной химии, молотоннажной химии, цены за продукты могут считаться уже не только в десятках долларов за килограмм, но и в сотнях и тысячах. И доля импорта на территории Российской Федерации в этих отраслях как раз-таки очень высокая. Если говорить про тонкую химию, если говорить про агрохимические препараты, которые приближаются к 100%, и все это приезжает или из Европы, или из Китая, в восточных стран, которые достаточно развиты в этой области. На что стоит обратить внимание? Что по сути типы производства для данных отраслей делятся на два типа – на периодические процессы и на непрерывные процессы. Если говорить про нефтехимию, это непрерывно работающее производство, производящее один и тот же вид продукции в течение нескольких лет. Если говорить про тонкую химию, спецхимию, тут уже идут периодические процессы, они требуют высокого объема ассортимента продукции, которые сейчас на текущем этапе на территории Российской Федерации, можно сказать, не производятся. Таким образом, получается ситуация, что у нас есть хорошо работающая нефтехимическая добывающая отрасль, производящая большой ассортимент основных продуктов в этой объемной секции. А есть потребности в конечных продуктах, если мы говорим про агрохимию, которая развивается по 20% в год, и уже входит в шестерку ведущих стран по объему потребления, фармацевтическую отрасль, которая активно развивается. Но вот этот промежуток между нефтехимией, крупнотоннажной химией и тонкой химией находится в провале. То есть все эти продуктовые цепочки сейчас проходят, по сути, нефтехимия отправляет это в Китай, в Китай это перерабатывается, и возвращается к нам в виде дорогих продуктов, которые мы используем. Что, мне кажется, совсем нелогично и требует изменений. Каким же образом это можно поменять? Первое направление – это углубление переработки в нефтехихимической отрасли, то есть расширение глубины переработки продуктов в образовании среднетоннажных продуктов, малотоннажных продуктов. Там есть свои ограничения. Есть и обратный путь, когда тонкая химия, фармацевтика, агрохимия формируют потребность в среднетоннажных и малотоннажных продуктах, тем самым заставляя рынок начать производить эти продукты. Хотелось бы обратить внимание на различия в этапах разработки. Точнее, этапы разработки для непрерывных и периодических процессов аналогичны по своей структуре, но они влияют очень сильно на методы поддержки и финансирования этих разработок. Если мы говорим про этапы разработки, то это предварительное лабораторное исследование, это лабораторное пилотирование с получением уже продуктов в объемах до тонн. Опно-промышленное пилотирование, большинство тонкой и специальной химии находится в этом как раз диапазоне до 1000 тонн. Некоторые продукты идут уже в промышленные объемы в десятки тысяч тонн. Если мы говорим про непрерывные способы получения, по которым получают всю среднетоннажную химию, большую часть малотоннажной химии и, конечно, всю крупнотоннажную, цикл разработки идет от лабораторной проработки, лабораторного пилотирования уже непрерывных установок с производительностью килограмм в час и более, получения исходных данных на проектирование промышленных пилотов и после того, как промышленный пилот, где единичная мощность, это порядка 1000 тонн, будет работать, а это уже работающее производство, это не какая-то маленькая установка, это уже мини-завод, и только оно станет исходным данным для проектирования среднетоннажной химической мощности. И, как следствие, если посмотреть на объем финансовых вложений в разработку технологий и выпуск продукции и на сроки, получается так, что для периодических процессов, для разработки технологий требуется порядка года и в течение двух лет можно организовать производство, то есть суммарный путь от инициации проекта до запуска производства порядка трех лет. Это если мы говорим про малотоннажные продукты в игрохимии, фармацевтические продукты и так далее. И сейчас есть достаточно хорошие инструменты, которые помогают при этой разработке, например, постановление правительства 1649. Но если мы говорим про создание непрерывных процессов, то цикл разработки и запуска в производство составляет порядка девяти лет, потому что невозможно пройти этап промышленного пилотирования, а промышленное пилотирование на тысячу тонн в год, это уже, как я говорил, химическое производство. И оно требует не менее трех лет для его организации получения исходных данных и достаточно больших вливаний. И сейчас, по сути, нет инструментов, которые бы позволили финансировать такие проекты. Но если и финансируются, то только точечно. И у этого есть несколько ключевых следствий, что нефтехимические компании, крупнотоннажные химические компании проще купить технологию и создать производство на основе технологии, которая куплена будет у международных лицензиаров. И тем самым цикл разработки технологий, непрерывных процессов достаточно малоразвит на территории Российской Федерации. Второй важный нюанс связан с тем, что создание опытно-промышленных пилотов требует достаточно сильно развитой инфраструктуры. То есть, в стоимости от миллиарда до пяти при создании опытно-промышленного производства порядка семидесяти процентов это стоимость инфраструктуры, обеспечивающей как исходным сырьем, так и утилизацией отходов. И в целом, как одно из решений данной проблемы является создание химических технопарков, которые обеспечивают эти производства. Таким образом, получается, есть крупнотоннажная химия, нефтехимия, которая создает предложения по продуктам, но по факту, и мы не говорим по полипропилентам, полиэтилен, который потребляется на российском рынке, но в большей степени эти продукции, этих отраслей идут на международный рынок и на территории Российской Федерации почти не потребляются, так как нет следующих этапов. Мало и средне-тоннажной химии, нет тонкой химии. И обратная ситуация получается в конечных потребителях в виде фармацевтической, агрохимической и так далее отраслей, которые являются потребителем продукции, но поставщиком этой продукции нет. То есть, получается такой разрыв между отраслями. И опять-таки, все покупается из-за границы. Я бы выделил несколько ключевых ограничений для развития малой и средне-тоннажной химии. Это отсутствие потребителей, по сути, этой продукции, так как следующего этапа передела нет. Достаточно ограниченное количество технологий и ограничения, связанные с покупкой этих технологий. И очень важно это отсутствие дешевой универсальной инфраструктуры, которая бы позволяла ввести эти разработки. Ну, как ввести разработки, так и создавать такие производства. В качестве ограничения в области тонкой химии обратное отсутствие отечественного сырья, как следствие большие затраты на логистику международную, отсутствие той же самой инфраструктуры, химических технопарков или каких-либо аналогов. И как решение для малой и средне-тоннажной химии хочется выделить это создание технологий, которые будут ориентированы на экспорт, то есть как самих технологий, так и продукции, которые будут производиться на этих производствах. Различные методы господдержки и создание инфраструктур, химических технопарков, обеспечивающих всех требуемых как сырьем и ресурсами, так и научно-технологической поддержки. Потому что, если говорить про химическую промышленность, то организация даже небольшого химического производства или промышленного пилота требует достаточно большого объема регулирующих документов, согласований в Ростехнадзоре, Роспредотнадзоре и так далее, которые малым инновационным предприятиям, каким-нибудь стартапам почти невозможно решить. А именно они должны являться инициаторами таких проектов. И все это упирается просто в регуляторику, потому что химическое производство организовать такого типа не получится. В области тонкой химии это обратная ситуация. Необходимо создание отрасли малотоннажной и среднетоннажной химии. И, конечно же, создание многоассортиментных химических заводов, как раз-таки гибких химических заводов, как в тему сегодняшней выставки на промо «Гибкое производство». И в области химии оно является наиболее актуальной именно в тонкой химии, когда ассортимент продуктов достаточно высок, и производство должно позволять производить множество таких продуктов. В качестве примера хотелось бы показать пример производства одной из химических субстанций, которым мы занимались. Это производство субстанции «Лапинавир». Здесь, что очень важно увидеть, то, что производство одного химического продукта требует порядка 50 различных химических веществ, из которых, если мы говорим про крупнотоннажную и среднетоннажную химию, это продукты, которые уже для других химических субстанций являются аналогичными, и ассортимент их не расширяется. А если говорить про тонкую химию интермедиата, то ассортимент этих продуктов растет от 14 веществ на одну субстанцию до 2000 на 200 субстанций. И как раз таки тут гибкие многоассортиментные заводы должны позволить решить эту проблему с тем, чтобы обеспечить Российскую Федерацию, например, 215 стратегически важными активными фармацевтическими субстанциями, без которых в случае закрытия границ, например, жизнь людей, безопасность людей будет подвержена опасности. Таким образом, хотелось бы выделить четыре основных блока стимула для развития. Это создание гибких многоассортиментных химических заводов, быстрота и дешевизна разработки технологий, что является очень важным. И примеры были на тему «Газпромнефти», когда пример разных инжиниринговых центров на порядок, по сути, отличается стоимость разработки. И тут та же самая ситуация, достаточно неразвит рынок разработки, как следствие его высокой стоимости. Создание единой информационной базы химических продуктов, тем самым понимание выстраивания цепочек переработки от нефтяного сырья до конечных продуктов, и, конечно же, подготовка кадров, восклифицированных кадров для этих отраслей. По поводу малотоннажных многоассортиментных заводов, они позволяют производить большой ассортимент продукции, подстраиваются под ухтенную потребность на территории страны, и так далее. В качестве примера хотелось бы показать как раз-таки ситуацию в Европе, которая в начале 2000-х годов, по сути, находилась в ситуации, что большинство химических производств переехало на территорию Юго-Восточной Азии, тем самым производство химических продуктов в Европе стало очень ограничено. Тем самым появилась проблема того, что предприятия начали банкротиться. И была создана программа так называемая фабрики F, это гибкие, быстрые фабрики, которые перестраивали индустрию тонкой химии на адаптивное производство модульного типа, с тем, чтобы подстраиваться под рынок, удешевлять как разработку, так и производство этих продуктов и конкурировать с китайским производителем. Например, в области агрохимии есть такой пример, где действующее вещество агрохимического препарата производится как на территории Европы, так и на территории Китая. Они конкурентны с точки зрения цены, понимая операционные затраты в Европе, которые сильно выше китайских, только за счет более высокой технологичности производства их на территории Европы. Что говорит о том, что такие же примеры можно делать и на территории Российской Федерации. Если мы говорим про конкуренцию с Китаем, то тоже самый уровень заработной платы сейчас находится на уровне или даже ниже в долларовом эквиваленте, что может позволить нам производить продукцию дешевле, чем как в Европе, так и в Китае. Про цикл разработки хотелось бы акцентировать внимание. Ратмир, можно завершать? Да, хорошо. Спасибо. Очень важно говорить о том, что тонкая спецхимия – это достаточно маленький промежуток времени и стоимость разработки в конечной стоимости продукта имеет очень большое значение. Про базу данных, консолидацию спроса, отдельная тематика. По сути, Медельевский инженерный центр – это центр, который позволяет проводить разработку от идеи от конкретного продукта до масштабирования технологий и запусков производства химических продуктов. У нас достаточно много крупных заказчиков, мы работаем почти со всей фармацевтической обрасли, агрохимической отраслью и нефтехимическими компаниями. И в целом занимаемся тем, чтобы сделать разработку максимально дешевой, конкурентной, с тем, чтобы конечные производители могли конкурировать на международном рынке. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И последний выступающий, Даниил Казбекович Капланов, я попросил вас в течение пяти минут, до пяти минут, потому что мы завершаем нашу дискуссию, рассказать о трансфере, потому что не только инжиниринг может развивать цепочки поставок, но и трансфер технологий, где это необходимо, и о тех сервисах, которые предлагает наше агентство. Спасибо, Игорь Александрович. Действительно, трансфер, являясь инструментом повышения конкурентоспособности, имеет тоже свой жизненный цикл. Это от поиска, идентификации технологий, содействия их внедрения на конкретных промышленных предприятиях. И помимо инжиниринговой инфраструктуры, он также предполагает наличие специальной финансовой структуры, специальных типов финансовых инструментов поддержки. И в этой части, в общем-то, весь жизненный цикл трансфера, он сервисами агентства на данный момент покрывается. В первую очередь, это центр технологической экспертизы, который относится и к экспертизе технологий, и к экспертизе проектов, и к экспертизе мер государственной поддержки. В интересных предприятиях агентствам подбираются оптимальные технологические решения и сопровождаются их внедрения на данных предприятиях. Лучшие из технологических решений отражаются в каталоге технологий. Второе направление – это центр компетенции импортозамещения, основная функция которых – это разворачивание комплексных проектов по импортозамещению и, так сказать, актуализация отраслевых планов импортозамещения. Конечно же, по понятной причине, это в первую очередь ТЭК, но также имеется планы по разворачиванию аналогичных центров в отношении машиностроения, биотеха и химии, а на последующих этапах – и центров промышленного внедрения, и центров инженерных разработок. И третье – то, что было упомянуто – финансовая инфраструктура. Это Международный фонд технологического развития, функция управления, которым осуществляет агентство. Фонд работает уже год. Фонд заточен исключительно под финансирование проектов трансфера зарубежных исключительно передовых технологий в достаточно широком спектре отраслей, покрывающим, в общем, всю высокотехнологичную повестку Минпрома. Инструмент фонда – это участие в капитале до 10 лет. И, по сути, все обозначенные мной сервисы – это, если резюмировать, жизненный цикл от поиска технологии, сопровождения ее экспертизы и внедрения конкретных предприятий и до специальных денег по финансированию таких проектов. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, мы завершаем. Я бы предложил, Алексей Александрович, вам компактно подвести итоги нашего круглого стола. Что удалось, что не удалось и куда мы должны дальше двигаться. Спасибо большое, Алексей Александрович. На самом деле, мне кажется, дискуссия все равно состоялась, и я для себя вынес определенные моменты, на которые надо сделать акцент в части совершенствования в мире господдержки. Хочу отметить, коллеги, для меня все больше очевиднее становится, и, скажем так, вот то, что я услышал, что все-таки мы со стороны государства должны, конечно, делать акцент на формировании какого-то долгосрочного спроса и долгосрочных контрактов, потому что, послушав КАМАЗ, конечно, все-таки КАМАЗ у нас это лидер, я хочу напомнить, в автомобилестроении, и так все достаточно грустно звучит. На самом деле, не все так плохо. И это первое. Второе, конечно же, мы должны создавать условия, чтобы такие гиганты, как КАМАЗ, могли выращивать комплектаторов на местах. И, конечно же, мы всегда должны смотреть вперед и понимать, что потенциально внешние угрозы, в широком смысле этого слова, будь то какой-то очередной локдаун, ковид, не ковид, будь то какие-то санкционные ограничения, мы должны быть к этому готовы, и мы можем отвечать на эти вызовы только в случае, если мы будем задаваться вопросом, о том, что мы будем выращивать своих комплектаторов и становиться более независимыми. Тем самым мы будем создавать добавленную стоимость внутри нашей страны, и как следствие будем, собственно, влиять на рост ВВП и решать большую задачу по вхождению России в пятерку экономик мира. Поэтому, коллеги, я вот хочу призвать, что на самом деле все чуть-чуть фу, и надо просто больше, наверное, уделять моментам, которых я сказал. Спасибо большое. Спасибо большое. Я бы еще раз хотел поблагодарить и организаторов, которые предоставили нам возможность провести круглый стол, и экспертов, и спикеров за их содержательные доклады. Спасибо.